Предварительные данные о переписи населения в Латвии шокировали статистиков. Еще 10 лет назад в стране проживало 2 миллиона почти 400 тысяч человек. Специалисты опасаются, что сейчас уже не наберется и 2 миллионов. Люди покидают Латвию из-за сложной экономической ситуации. Многие даже продают свои дома и уезжают навсегда. Причем не только в западноевропейские страны, но и в Россию. Продолжит тему Галина Филоненко. Раймонд задает вопросы на латышском и русском. Национальность, образование, жилищные условия. Но главный вопрос, на который должна ответить перепись. Сколько осталось жителей Латвии? Во время последней переписи 2000 года насчитали 2 миллиона 375 тысяч жителей. Но по неофициальным данным за это время страны мигрировали до 300 тысяч человек. В начале переписи некоторые сотрудники Центрального статистического управления Латвии сделали прогноз, что результаты ее могут оказаться шокирующими. Что в Латвии сегодня нет и 2 миллионов жителей. Но многие эксперты уже заговорили о необъективности этой переписи. Сроки затянуты целых 3 месяца. К тому же впервые предлагается заполнять анкеты и по интернету. Причем один человек может переписать сразу всю семью. Любой человек из любой части света, скажем, он живет на Соломоновых островах, в Тихом океане. Он мог задекларировать, что он живет там, скажем, в Мадоне или живет в Риге. Пока государство считает тех, кто остался, житель Даугавпилса Максим Садовский решил посчитать тех, кто уехал. Или собирается это сделать. За несколько дней на его сайте «Антиперепись» зарегистрировались 630 человек. Даже в воздухе висит разлита такая депрессия, что все плохо. Город ветшает, стареет, все его покидают. Кажется, я один здесь уже остался. Большинство посетителей сайта эмигрировало в Великобританию. Только 16% заявили, что никогда не уедут из Латвии. Остальные или уже точно уезжают, или хотят, или не хотят, но все равно уедут. Не хотелось никуда уезжать. Но сложилась такая ситуация, что зарабатывать здесь стало на семью невозможно. Из города-курорта Юрмалы Олег с женой и детьми переселяются в Псковскую область. Там и для главы семьи по профессии строителя, и для его жены Юлии Швеи есть вакансии. В Латвии около двух лет они еле сводили концы с концами. Работала дворником последние два года. Муж, соответственно, мне помогал. В месяце работали. Но это тоже не житье. Вот результаты последнего опроса. Каждый второй житель Латвии оценивает свое финансовое положение как плохое. Почти каждый третий планирует уехать за границу в этом году. Более половины всех уезжающих, в том числе и руководители. И высококвалифицированные специалисты согласны на любую работу. Конкретных рабочих мест нет. И люди просто от того, что они не видят выхода, они покидают эту страну. Семья Маргуновых тоже недавно переехала. Только наоборот. Из Дании, где жили 10 лет, решили вернуться на родину, в Латвию. В основном все ради наших деток, ради будущего наших детей. Мы сюда возвращаемся и пытаемся. Все-таки это их родина. Но изучив рынок труда, глава семьи понял. В родном городе есть только одно выгодное направление. Скоро открывает свое агентство по трудоустройству за рубежом. Галина Филоненко, Иван Романов, Игорь Мейден, Первый канал, Латвия.